I have ways of blowing things off. Что, по-бэринькому? Могу ли я? Нет, не могу. У меня эту штуку забрали, еще не вернули. Еще одну точку доступа найти. Хорошо, поехали. На четверку переключусь. Это все выглядит как арена, да. Погодите, я назад иду или нет? Поток. Перейти. Мне кажется, я назад иду. Черт, я... Вот эта игра, почему-то именно эта игра. У нее такое идеальное... Она идеально путает меня. Я каждый раз, когда захожу, у меня выбивает из головы, где я был в прошлый раз. Должно быть здесь, да. Значит, здравствуй, Ройс, если ты меня слышишь. Ну, тут у нас... А, конструкт, ну-ка. Взяла, а как будто в зеркало посмотрелась. Ну-ка. Прикольно. Show must go on. Она всегда как будто продолжает оставаться на сцене. Короче, сейчас, если это какой-то финальный босс, то это задница. Я не хочу. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Что ж, проходите. Проходите в мою студию. Смотрите, он там на терминал ничего делает. Я вполне безоружен, как вы можете видеть. И здесь безопасно. Ну, относительно безопасно. А когда говорят, не паникуйте, первое, что ты чувствуешь, это паника. Дело в сущности вот в чем. Если транзистор не вернется на свою базу, то... Что ж, вы и я... Через некоторое время мы просто перестанем существовать. Но учитывая, какое глобальное звездество творится, вы и я весь этот город. Так что, прошу вас, не разрушайте все, чего я добился. Я веду себя разумно. Итак, вся информация, вся информация, которой я владею, целиком, полностью, на 100% уверен, что это сработает. А именно транзистор плюс база равняется устранению процесса. Давайте. Так что без глупостей, ладно? Погоди, ну а глупостей с той стороны не будет никаких? Просто будем делать все по порядку. Шаг за шагом. Если бы все это был какой-то подвох с моей стороны, я хочу сказать, какая низость. Зачем бы я позволил вам зайти так далеко? Позволил? Буду с вами откровенен. Да, я хотел бы получить его назад. Я бы очень этого хотел. Знаете что? На данном этапе я бы согласился просто на то, чтобы меня уничтожили. Я с радостью довольствовался бы этим. Хорошо, я подожду. Если вы хотите, чтобы я ждал, я подожду, жду. Вот процесс. Процесс, как вы понимаете, терпение не входит в число его. Всегда занят. Так открывай мне двери. Занят, занят, занят. Занят, занят, занят. Как только... Что случится скоро? Я молкаю. Да, я где-то как-то под каким-то мостиком прошел там. Ага. А зачем ты тогда за мной двери закрываешь? Позволь спросить, если все так честно, открыто и справедливо. Ёлки. Похоже, это все. Ты знаешь, что нужно делать? Ааа... Но ведь нечего терять. И именно поэтому мы здесь. Послушай, чтоб не случилось. Я люблю тебя. Ты знаешь, правда? Пора. Пока-пока. Мы еще увидимся. Я тебя еще увижу. Знаешь, ты меня слышишь? Я хочу тебя. Чуть-чуть. Останься со мной. Останься со мной. Останься со мной. Если ты... Останься со мной, если хочешь шить. Да. Ну что ж, начнем с хороших новостей. Что касается процесса. Эту проблему мы решили. Он остановлен, и город будет в полном порядке. Погодите, вы его, в смысле, куда-то перенаправили? Разумеется, кому-то просто придется его отстроить заново. Но мы подлетели слишком близко к пламени. Поэтому мы здесь, а не там. Блин, дуэль какая-то будет. Мы в ловушке. И, к несчастью, единственный способ вернуться, который мне известен, он... Что ж. Не особенно приятен. Так что... Давайте покончим с этим. Дуэль. Подготовьте себя. Так. Так, это Final Fight, да, я так понимаю. Все сброшено на ноль. Мне нужно будет вот это. Выбираем на первую. Назад. Собакой так и не научился пользоваться. Пуф. Это у нас Bridge. Выбираем на вторую. Это мои две основные ударные функции. Теперь я сделаю все четыре ударные. На тот момент, если меня будут бить, я буду что-то терять. Поэтому ты у нас для большинства функции оглушать и повышать ее взаимность целей. Ты у нас уменьшение стоимости планирования хода. Вот ты мне нужен. Выбираем функцию. Вот сюда, наверное, да. Что у нас было, что у нас там улучшало, минуточку, возможность для... Нет, пассивные. Перетягивание клеток, нет. Увеличение базового урона каждой функции. Выбрать. Это в пассивку идет стопудово. Базовый урон 125%. Да. То есть, на... Пардон. На Bridge я себе ставлю и увеличение урона, и все, что только можно. Теперь, что мы можем интересного поставить? Вот это мне нужно Джонт, 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 да. Выбрать, чтобы стрелять в... Ну, пока ход заряжается. Теперь, вот это. Уход невидимости, повышение скорости после уничтожения целей. Не знаю, если у него будут миньоны. Скорее всего, у всех боссов всегда есть какие-то миньоны. Посмотрим, сейчас подумаем. Создание дружеской дефектной клетки при сборе клеток. Оооо. А вот это интересно. Дэ у нас боевая функция. Наносить урон и наносение урон, повышение уязвимости и ближайших целей. Выбрать. Это мы в трешечку пихаем, потому что тоже боевая функция. Назад. Теперь. Дэ у нас создание паразита, который находит цель и разрушает ее изнутри. Посмотрим. У нас есть баунси. Ну, который баунс... Который баунси. Сонаряд рикошетчик от одной цели к другой. И есть взрыв. Кстати, взрыв дорого стоит. Что я хочу? Я хочу взрыв или баунс? Так, увеличение... Вот, увеличение по площади. Так что взрыв мы кидаем вот сюда. И получается, спарк искра у нас прокачана полностью. Тогда повышение эффективности эффектной цепной реакции большинства функций. Ну, цепная реакция... Нет. Мы выбираем ее и ставим в четверочку. Поскольку тоже боевая. Теперь. Сколько у нас осталось? У нас осталось не так много. Ты у нас... У нас есть еще один... Еще два пассивных слота. Статус суперпользователя присваивается с вероятностью 25% при использовании хода. А это как, суперпользователи? Подожди. Это создание дружеской дефектной клетки при сборе клеток. Не уверен. Интеграция возможностей переключения лояльности в большинстве функций. Посмотрим. Ты у нас притягивает клеток с большой скоростью и с большой дистанцией. Кстати... Как минимум, да? Блин, надо было ее сразу ставить. Ну, хорошо. Оно стоит один. У меня осталось четыре. Я сейчас могу поставить две двоечки. Или одну собаку. Двоечки у нас еще раз. Что они дают? Сознание дружеской дефектной клетки. И пользователь автоматически наносит урон при получении урона. Кстати. Наверное, да. Наверное, да. И у нас осталось, получается, это уже недоступно. У нас осталось два. Или же... А, и пассивных клеток у меня тоже не осталось. Значит, повышение наносимого урона большинством функций при ударе в спину. Можно подумать. Интеграция возможностей переключения. Давайте вот это. Выбор функций и... Да я не знаю. Ну, давай вот сюда. Ну, честно говоря, такое. Так, ладно. Это, получается, последний файт. Так? Так. Мне кажется, что я подготовился. Но, как обычно, сейчас все пойдет вообще ни разу не по плану. Поэтому назад. Кто начнет? Может быть, я? Посмотрим. Он меня бьет. Так, попробуем. У тебя тысяча жизней. Нет, стой. Баунсер мне не надо. Мне надо вот это. Раз, два, три, четыре. Поехали. Это снимет ему половину хп-шек, если он останется в сфере досягаемости. Это мне тоже четыре раза придется его побеждать. Нормально. Почему у тебя зарядилось в два раза быстрее? Нет. То есть, получается... Хорошо, хорошо, хорошо. Я понял. Мне тоже его надо будет четыре раза убивать. Минус. Спарк потеряна. Хорошо. Нет, это печально на самом деле. Раз, два, три, четыре. Я больше не смогу его мочить без этого. Ну, первую часть я ему снял раньше, да, но... В недосягаемости. А, нормально. Он сразу врубил себе свою эту. Ну, красота. Я во многом ошибался. Да, хорош, триндей. Давай драться. Иди к черту. Ну, он врубил себе недосягаемость. Так. Двоечкой. Раз, два. Три. Нет. Так, погни, убил. Раз, два, три, четыре. Поехали. Этим он меня убьет. Нет, вигли бы у меня именно эту функцию-то забрали. Раз, два, три, четыре. Убил. А, у меня не успело дозарядиться. Он сейчас меня мочить будет. Я тебя убью, получит. Тебе было интересно, как оно там. Накостылял чуваку. Сейчас он будет. Сейчас он будет. Сейчас он будет. Он получает урон. Да ну нет же ж. Он просто на долю секунды раньше включил ход. Гатча. Все, четыре раза. То есть, все по-честному. Хух. Нет, нет, не может быть. Он не мог исчезнуть. Прошу, не исчезай, пожалуйста. Нет. То есть, первые две жизни я его издалека расстреливал. Потом еще две жизни. Ну, в том-то дело, что он еще хавал урон каждый раз, когда меня бил. Это было правильное решение. Мы выбрались. Ред, мы выбрались. Ты здесь. И я. И это все. И это все. Подойдите ближе. Все. Смотри. Смотри. Субтитры делал DimaTorzok 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 очень скучный очень не очень а вот и вот этот да вот этот привет это это такой по сути раздражающий момент еще небольшой раздражающий момент это они смешали боевку супер джент они смешали боевку пошаговую и в реальном времени и причем такая фишка что допустим ты сделал ну вот смотрите как сделана система ватс если вы помните из фолочей там у тебя есть определенный шкала ты ее заполняешь и у тебя есть грубо говоря такой bullet time когда ты можешь замедлить время сделать несколько выздоров и после этого все продолжается в реальном времени а здесь каким образом ты остановишь время наносишь несколько ударов которые по сути очень часто бывают потом как мы видели ты планируешь что удар будет так 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 продолжаешь боевку а чувак берет и применять какую-то свою способность и все твои удары уходят в никуда а ты потом просто как курица бегаешь по этому полю боя и ждешь пока тебя становится при этом получаю урон и да я знаю я проиграл всего один раз но вот это вот раздражение она накапливалась опять же на протяжении всей игры боевка на самом деле я не могу сказать что она есть вот раздражающий момент но я хочу похвалить за то что она очень изобретательна как к ним как не подошли здесь и как здесь все организовали очень изобретательно очень круто поэтому я не хотел бы это ругать я просто скажу тем где свое личное мнение и почему оно мне не зашло но опять же не в коем случае не говорю что она плохая эта боевка и игра это она тоже шикарная она обалденная просто мне не понравилось я не знаю почему можете не знаю что вы что вы чувствовали при просмотре и может быть кто-то из вас тоже проходил в общем это это очень спорный момент честно говоря такое у меня получается где-то раз в год может быть пару раз в год когда игра хорошая и в ней очень много классных положительных моментов но мне это не понравилось вот какие-то такие выводы советую ли я вам опять же смотрите сами ну здесь приятно находиться но если если вот прям вы чувствуете что это ваше да заходите покупайте смело играйте вам точно понравится а так ну я понимаю что у супергигантов у них там есть еще игры но у меня в голове была вот эта диалоги который я хотел пройти я ее завершил пока что мне бастион нравится больше транзистор опять же вот я поделился с вами своим мнением на этом будем заканчивать нас ждут другие игры другие миры другие проекты спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем оладушек всем покеда а а а а а